Нет, ты сейчас не поднял голову. Давай. Святославу Филиппову 5 лет. И эти два шага для него результат долгой, кропотливой работы. Каждый день мальчик занимается с мамой минимум полтора часа. Елена – профессиональный детский тренер и логопед. Может, потому и наметилась положительная динамика. Ну и что это? Когда Святику было 5 месяцев, Елена начала замечать, что ее ребенок особенный. И вот с тех пор начались хождения по врачам. Но никто не ставил диагноз. Говорили, рано, надо ждать. Мама не сдавалась. Она понимала, чем раньше выяснится, что с малышом, тем больше возможностей помочь ему. Мы попали к одному врачу по рекомендации. И она буквально его взяла. Буквально минуту мы были вместе с мужем. Мы сидим. Как бы вот она его берет, смотрит, так подходит к нам и говорит. Я хочу вас огорчить. У вашего ребенка ДЦП, спастический тетропорез, самая тяжелая форма. Будет ли он там ползать, говорить, неизвестно. Как будто сразу внутри пустота какая-то образовалась. И вот я впервые почувствовала, когда ты набрал кипяток. Вот просто кипяток. Он разливается по всем органам у тебя. Вот все-все сжигает на своем пути и все. Диагноз как приговор, но не для семьи Филипповых. Все свои силы сконцентрированы только на одно, чтобы с вятика ножки пошли по дорожке. Это и девиз семьи. После первой реабилитации прогнозы врачей не были утешительными. Но сила духа и плотный график делают свое дело. Ведь у Святослава весь день расписан по минутам. Ипотерапия, бассейн, интенсивная реабилитация. Теперь мальчик занимается еще и фортепьяно. Но чтобы результат не заставился долго ждать, на реабилитацию нужно уезжать минимум четыре раза в год. Сейчас наша задача попасть в реабилитационный центр. Реабилитация туда назначена была уже давно. Мы были в апреле и сразу же нам назначили дату. Потому что очень сложно попасть именно к нужному специалисту. Вот Святослав там уже несколько раз занимается именно с ним. Реабилитация в Словакии стоит почти 600 тысяч рублей. Благотворительные фонды берут таких детей под свое крыло редко. Ведь с таким диагнозом необходима неразовая помощь. На счету этой семьи сейчас всего 40 тысяч рублей. Помочь Святославу бегать по дорожкам может каждый из нас. Нужно зайти на страничку Адели в Словакии. Там у них будет конкурс. И найти Филиппова Святослава, Одинцова. Он там как раз вот с нашей собачкой. Большая страсть у Святослава к животным. Родители не против. Собака Альфа, кошка, кролик и морская свинка. На конкурсе за бесплатное проживание Святик как раз сфотографирован с Альфой. Эта фотография на сайте завоевала уже более полутора тысяч голосов. Проголосовать и приблизить мечту ребенка к воплощению может каждый из нас. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.